Жим самоизоляции нарушили с какой-то стиклой. Полицейские патрули сегодня на многих московских улицах. Горячая вода хрещет и надо срочно заменить. Вы в курсе о том, что надо срочно заниматься самоизоляцией? Да. Находить дома. Ну как бы от подруги к жене еду. Такое, как бы долго там тоже не вариант находиться. Смотрите, жена посмотрит. Жена наверняка не обрадуется, но отговорка срабатывает. Возвращаться домой никто не запрещал. Вот в магазин в соседний район точно нельзя. В магазин. В магазин вроде там у нас. Я в другой ходил. В предписании было написано, что ближайший магазин, который... Хорошо. Запрещено покидать место проживания. А если граждане не подчиняются законным требованиям, составляется административный материал. За неподчинение требования на сотрудника полиции можно получить до 15 суток. Паспорт нам не показать вам не надо. Нет, ну это домой уже идёт. Всё туда. Дмитрий Волков грузчик на мясокомбинате и продолжает работать. Руководство обеспечило сотрудников справками. Если к нам подают сотрудники, где мы работаем, мы что и как. Для тех, кто продолжает работать, создают систему выдачи пропусков. Скорее всего, выглядеть это будет так. Компания отправляет списки сотрудников в мэрию. Там их согласовывают. После тем, кто пройдёт проверку, в личный кабинет через портал Мосру отправят QR-код. В ней будет зашифрована информация о персональных данных и сведениях о работодателе. Планируется, что только с этим QR-кода можно будет передвигаться по городу. В спальных районах, конечно, не так безлюдно, как в центре столицы. Это Гальянова, улица Уральская. К отделению Почты России здесь выстроилась очередь даже на улице. Но мы видим, люди пытаются соблюдать дистанцию и не стоять близко друг к другу. Зато внутри толпа это грубейшее нарушение. Администрация отделения обязана организовать работу так, чтобы между посетителями было не меньше полутора метров. Судебные отправляют в последние дни. По работе отправляют просто посылки. В ближайшее время нарушители режима самоизоляции начнут определять по камерам. Маска не спасет. Программа распознает человека даже по глазам и лбу. Это будет комплексная система, в которой будут передаваться данные соответственно геолокации, будут передаваться данные с камер различных. Возможно, к этой системе со временем подключат и банковские транзакции, и социальные всякие проездные. Свадьбы и разводы в городе тоже отменены. Вот так сегодня выглядит Грибоедовский ЗАГС. В обед провели последнюю регистрацию и закрылись. А подать заявление можно будет? Не принимаю тоже. А по какой причине? А там написано. Паралавнолирует. Если есть необходимость медицинской помощи, пожилых людей просят вызывать врача на дом. Нужно немедленного воздействия на какого-либо вмешательства медицинского. То тогда целесообразнее задумываться о необходимости прихода в лечебное учреждение или вообще выхода за пределы своего дома. Решение о процедурах, которые нельзя провести дома, принимает лечащий врач. Так я уколы делаю каждый день. Поэтому и, как говорится, прихожу. Москвичи привыкают к новой реальности, но вопросов много. Например, что делать тем, кто прописан в одном месте, имеет время на регистрацию в другом, а живет в третьем. Встретила сотрудника полиции. Как мне доказать ему, что я живу не в Сибири, как написано, в паспорте, который у меня с собой, а в Новой Москве, легально. Нужно ли мне носить свидетельство о временной регистрации с собой? Пока требует только паспорт. Регламент получения пропусков на выход из дома обещает опубликовать до конца недели.